добрый вечер друзья мы сегодня накануне нового года решили сделать программу с еленой порецкой парапсихологом медиумом славянской шаманкой на тему как встретить новый 21 год предсказания рекомендации елена добрый вечер привет всем привет вопрос следующий вот прошедший год он дал совсем очень нелегко многие переболели кто-то там какие-то конфликты все это происходящее уже всем так надоело хочется отдохнуть душой и сердцем что ты можешь сказать следующий год у нас будет более адекватный и лояльный к нам ну во первых как бы у нас сейчас несколько переходов да я неоднократно об этом говорил переход с 31 на 1 стандартный новый год до до этого был у нас christmas это 24 25 до декабря вот новый год у нас идет с 31 на 1 стандартный да советский так назовем его да с оливье и прочими атрибутами с 13 по 14 идет старый новый год соответственно тоже 14 число оно символично как начало нового да дальше у нас идет восточный новый год год быка будет то есть поэтому если вы сейчас купили символику с быками пожалуйста до восточного нового года засуньте куда-нибудь спрячете потому что чтобы не обижать этот год который еще как бы идет до покровительства покровительно и что у нас дальше дальше у нас идет с 21 по 22 значит марта ну по логике это весеннее равноденствие тоже да у нас идет по славянскому календарю как бы у родноверов это на будет год кричащего петуха поэтому а те кто сейчас за оливье будет вздыхать и говорить слава богам там или богу что год ушел я хочу вас разочаровать до 21 марта год предыдущего мизгиря продолжается то есть что такое предыдущий мизгирь это паук который плетет свою паутину соответственно все эти хитросплетения козни прошлого года они как бы еще будут продолжаться а вот и здесь как бы мы должны понимать что пока как бы расслабляться как бы не стоит потому что все равно еще какие-то хитросплетения проблема будут поэтому вот у нас основные такие переходы будут вот который я обозначил насчет кричащего петуха да как бы по сути это достаточно такое быстро подвижная птица да ну как бы животная птица птица то есть как бы можно сказать зверь покоровитель да как бы у нас в календаре это пишется да там вот то есть год по во многом будет связан с палатками этой птицы вот если учесть что вообще петуха в древнеславянской идеологии обозначал силу которая прогоняла нечисть какую-то и все мы помним что четыре часа по всем сказкам русским до петух прокричал и все сразу и негативный ускакал даже в мастере маргарите этот момент есть как бы когда гела хотела там залезть и задушить как же его забыл фамилию директора вред и вот поэтому в какой-то момент времени естественно этот год будет более подвижный как бы если у вас была хорошая укладка шестнадцатого года по двадцатый ваших дел ваших семейных каких-то событий да там рабочих моментов там в бизнесе в делах в работе то есть все что вы заложили ментально духовно в себя за эти четыре года вот этот фундамент он пойдет в год кричащего петуха как основа и с годом кричащего петуха у нас начнется новый цикл следующих четырех лет да как бы один к четырем опять же повторюсь да по системе всеслава соло вот и я бы сказала что так как бы вот в этот период вы тоже должны сейчас загадать чтобы вы хотели ну так как я уже говорила что в течение декабря нужно было бы анализировать такой дайджест новостей это сейчас называется когда вы можете у себя там в тетрадочки или в аккаунтах написать чего вы в этот год добились ну как бы даже для себя это если вы будете делать уже хорошо потому что ну жизнь идет понимаете и если вы посмотрите у вас есть фотографии прошлого да там видео если в прошлом с кем-то был не очень хорошо то соответственно все это убирается и уже куска прошлого у вас нет потому что вы не можете допустим смотреть что-то с прошлым партнером она у вас не греет она раздражает и бесит там и так далее или просто вам безразлично и у вас уже получается этого куска прошлого нет потому что у вас это прошлое связано с каким-то человеком негативным например да там в какой-то семейной жизни вот или в делах там а вот поэтому вам я всем советую что такое вот ну как бы периодически какие-то дневнички все-таки видеть и чтобы у вас было понимание вообще что у вас происходит потому что ну во первых все помнить невозможно и поверьте мне на слово что уже с учетом сегодняшней беготни вы уже можете не помнить как вы провели вчерашний день то есть все равно как бы память у всех работает странно сегодня да там потому что мы очень много информации впитываем и практически если бы не ежедневники там может быть вообще было бы сложно организовать свое какое-то день движение до в среде вот поэтому год кричащего петуха он как бы будет именно благоволеть семейным любовным отношениям деловым как бы в год стабилен в принципе я согласна с тем что как бы там не было с ковид 19 все равно будет выход из этой ситуации как раз именно в год кричащего петуха то есть будет все таки более улучшение этого состояния то есть все таки ковид перейдет в ту степень как это было грипп да там и и будет лекарство вакцина работать а вот поэтому ну конечно будут какие-то проблемы с экологическими моментами то есть но они как бы все таки будут более спокойные чем резкие да то есть год будет с одной стороны быстрый резкий с другой стороны он будет по накатанной идти в те стороны или направлений которые сами люди наметили а вот ну между странами я все таки вижу более гармоничные состояния то есть не будет таких каких-то резких всплесков наоборот будет выплеск выход на улучшение отношений да там состояний каких-то и так далее но все мы знаем про год быка да там не надо об этом говорить какой он обычно да это год тружеников это год людей которые как бы у нас подвинусь это год людей которые как бы добиваются многого своим трудом и вы соответственно можете тоже по этому году определять свои действия относительно другого своего какого-то знака это уже восточный календарь да вот вот маргарит ну вот многие делают какие-то новогоднюю ночь ритуалы что ты посоветуешь прям перед новым годом сделать там подбойку рантов и то этого что там но перед этим да как бы завтра я советую сделать все что положено что вас гармонизирует с одной стороны да там кто что ест это первое второе что кому положено и третье какой необходимый набор продуктов вы всегда хотите видеть на своем столе да ну допустим я определенный продукт продуктов мы набор продуктов мы как бы закупили да вот даже не обязательно использовать эти продукты главное чтобы у вас был какой-то набор да для вас важный то же самое с тем чтобы там одеться или как то какая у вас символичность да какую символичность заложили так у вас и будет как это сказать раскладываться год потом обязательно все-таки загадать желание и первое число провести хотя бы в половину своей головы да в том состоянии в котором вы бы хотели провести год заложите основу года первого числа следующую часть основа года вы заложите уже 14 числа там уже идет все у всех на автомате потому что этот день никто не отмечает с 13 по 14 ну или редко кто отмечает потом уже идет у нас восточный новый год мы же как китайцы его не справляем но мы можем все-таки тоже отметить эту дату переходный момент такой сначала когда закончится год один и начнется год быка и соответственно вы уже как бы это именно начало года быка в этот день вы закладывать или там в другие какие-то дни там по-моему 10 дней праздник у них идет вы закладываете основу своего следующего года да как бы вот ну и соответственно когда у нас предыдущий мезгирь тяжелый год вот этот закончится до ковидный мы соответственно делаем закладку уже 22 марта когда у нас будет переход на кричащего петуха здесь вы можете также продумать весь допустим свой год как и первого числа то есть вы так как таким образом вы подведете фундамент за эти четыре месяца того что у вас будет в течение года как бы по этим дням еще тоже вот я хотела сказать я в какой-то из передач сказала помните что неважно где вы встречаете типа это как бы не не то что не работает но если вы допустим где-то в гостинице встречаете с кем-то то это не факт что вы будете в гостинице постоянно да ну вы поняли то есть но я тут сейчас ехала когда с глобуса который переполнен народом и я вдруг вспомнила как я встречала тот новый год я была как бы у людей в доме да и соответственно как бы я там отмечали мы да вот и была ситуация что как бы то есть сейчас я в течение года в этом доме практически не была да но я сейчас ехала и думала что по сути у меня так и получился весь год то есть я практически везде в каких-то разъездах в делах каких-то и у меня как бы не в мастерской не в офисе не дома как бы получается не было ну как бы уложено пространство гармоничное да как бы и я вам скажу что да действительно принято что перед новым годом был какой-то порядок логически у вас у каждого свое да но вот у меня получилась такая фишка и я сейчас ехала и поняла что в принципе даже если я где-то когда-то там встретил новый год там то момент того что я не подготовил свои какие-то пространства да у меня по сути в течение года это так и происходило то есть по сути я что в офисе что в мастерской что дома как бы я по сути нигде не сделала тот логический порядок какой мне удобен был бы для работы то есть у меня все это как-то подвисло поэтому вот исходя из этого как бы моего опыта и в принципе я думаю что если вы проанализируете свои опыты то у вас тоже может быть аналогия где-то пройдет да не бывает не всегда бывает эта аналогия прямого значения как вот я сказала если вы встретите где-то там в гостях то не факт что вы будете тусоваться в гостях если вы встречаете с какими-то людьми допустим но в голове у вас другой человек то вы год проведете с этим человеком все равно то есть ближе чем с теми людьми кто сидит за вашим столом а люди просто будут предметно присутствовать в вашей жизни но близость с теми людьми с кем вы на сердце она намного важнее чем предметное присутствие вас где-то с кем-то это тоже работает это как ситуация с домом про которой я сейчас говорила то есть в какой-то момент времени вот это очень важно и здесь я бы советовала обратить сейчас внимание все-таки у нас еще два дня до нового года ну можно сказать ночь и день вот я бы советовал обратить внимание на какие-то тонкости по наведению какого-то логического порядка то есть не обязательно там супер все вылизывать что-то там убирать но должен быть элементарно какой-то порядок который вас будет приводить гармоничное состояние вот если вы не успели как и я да соответственно я естественно не успела вот тогда это делается также точно в ту раскладку как я вам говорила то есть неважно если вы в течение допустим января будете приводить то что задумали 1 января там и декабре логический порядок своих как говорится помещениях то соответственно вы задуманная ваша визуализация она материализуется в течение января то есть это будет тоже работать и уже как бы у вас просто материализация ваших действий будет именно таким путем да как бы вот поэтому в какой-то степени вся символичность должна состоять из необходимости которая вам нужна вот в чем важность понимаете маргарит я правильно понимаю человек должен в этой всей суете предновогодней беготнее остановиться сесть и поразмыслить чего он хочет как он хочет это получить но при этом не надо пошагово программировать как это должно случиться просто он должен выразить свое намерение визуализировать в голове и отпустить я правильно думаю ну это факт да как бы мы все знаем про визуализацию но существует фактор действий любая визуализация требует помимо того чтобы отпустить действие в среде к этому делу да там если допустим я между нами говоря как бы свое время у меня был принтер и потом он испортился со сканером canon давно покупала я в офисе ставила потому что я в офисе чаще находилась в свое время и как бы у меня там и пространство было больше потом в итоге с этим принтером беда случилась я не стала учинить выставила просто и все в итоге у меня в принципе много лет как такового принтера не было хотя прошлое как бы моя жизнь да и прошлой моей деятельности она была связана с книгопечатанием и принтер как бы как резограф у нас это была необходимость и моя визуализация в принципе да опять же благодаря как бы детям которые мне подарили такую возможность да я купил принтер причем я материализовала его вот сегодня и что самое интересное причиной этому послужила всего лишь старая визуализация что я планировала это когда-то и новая форма это визуализация под визуализацией когда я поняла для чего мне это потому что так как я человек пишущий и у меня в плане как бы лекции мои да мне их надо выгонять на что-то да то есть допустим конечный результат материализации один из нет первичный конечный результат материализации написанного произведения это напечатанный на принтере или ранее на машинке оригинал текста да где вы можете управить и читать с листа то есть это уже логика написанной книги которую потом пойти может в печать да после того как вы вычитаете и у меня получилось что давнишняя визуализация принтера покупки принтера как бы в принципе она у меня все время мелькала эта мысль но у меня как бы руки не доходили она у меня материализовался именно сейчас но послужила ей и послужила визуализация которая давно была отпущена именно ситуация с вот которую я вам сказала с вычиткой книг с написанием статей и лекций чтобы у меня было это все в бумажном варианте потому что это должно быть как рукописное то есть ну это образно говоря рукописное но это напечатанное да то есть оригинал да как бы произведение вот то есть допустим если вы материализуете например как бы да какой-то момент времени допустим если вы материализуете какой-то момент времени что-либо да то нужно обязательно делать под визуализации под это дело вот чем дело маргарит я правильно понимаю что желание у человека сбывается не тогда когда он просто вы хотел а когда действительно ему нужно что-то получить для того чтобы реализовать что-то другое какие-то цели достичь то есть принтер это у тебя путь достижения цели ты должна это да промежуточная этап это промежуточный этап грубо говоря к лекциям книгам да то есть книга издательской деятельности то есть что я сделала сейчас купив принтер как бы причем я у него офис купила в мастерскую да я просто восстановила по сути процесс книгопечатания да или книгоиздания в своем направлении уже в своем направлении как бы не в том прошлом когда я работала со своим бывшим мужем его да а именно в своем то есть так как у меня в написании достаточно какое-то количество книг и сейчас я остановился на трех да которые я пытаюсь как бы по времени выбрать время плюс лекции да вот моей школы то у меня получается это было как бы первичная материализация связанная с необходимостью в дальнейшем своем пути как бы уже как писатель да или литератор как бы или журналист то есть у меня дальнейший как бы путь определяет то есть принтер как бы как у художника допустим кисточка и краски да определяет определенные дальнейшее движение в среде да направление дает ну вот я слышала что есть такая история что если ты допустим говоришь хочу денег да там хочу сто тысяч хочу миллион два миллиона то ничего не получается потому что что когда человек просит там деньги да загадывает желание он всегда должен понимать на что конкретно он хочет это потратить то есть для какой цели не просто деньги абстрактные нужны а именно что вот для чего ну деньги прежде всего визуализировать нужно по суммам потому что если вы как бы будете просто хотеть действительно денег это бессмысленно нужны определенные суммы потом уже идет раскладка на что и может быть как раз на что не надо потому что тогда начинается сбой просто допустим определенные суммы на что это вообще отдельно что бы я хотела купить или хотел да сумма как бы замысливается отдельно от покупок то есть ты ее заранее не тратишь то есть деньги заранее никакую прибыль в голове нельзя тратить то есть если человек взял и отдал распределил в своей голове на что он потратит зарплату то у него может быть сбой автоматом зарплата не выдастся и в итоге человек подвисает то есть сначала деньги потом уже вы как бы планируете то есть получается мысленно потратил уже поэтому да да энергия ушла уже и лучший вариант если вы принесете как бы домой все таки эту сумму ну пусть не полностью ну что-то у нас на карточках же у всех да но в какой-то степени чтобы она переночевала дома я бы так сказала ну да я слышала что в первый день получения зарплаты ее лучше не тратить да потому что иначе вообще я еще советую всем сделать какой-то не то что алтарь а какую-то ну такую вещь куда вы будете что-то складывать ну это допустим будет ваша как это сказать финансовая не копилка помимо сейфов да можно что-то делать вот где у вас будет как бы такая штучка шкатулочка где вы будете может быть собирать откладывать что-то на что-то там просто чтобы у вас как-то было вот ну как бы все по-разному поэтому здесь должно быть что-то такое за талисманина шкатулка я бы так наверное назвала то есть или за талисманина но кошелек в нем обычно не хранят так деньги да потому что туда вы мало всунете это промежуточный этап между сейфом и тем что вы можете потратить да как бы кошелек это то что вы носите с собой туда многое вы не заложите там чего-то логики больших денег но сейф допустим если у вас есть в нем есть некая шкатулка там допустим или несколько шкатулок смотря какие у всех там кто-то в пачках хранит у кого есть возможность да вот но в любом случае вы как бы все равно можете иметь какую-то шкатулку здесь какой-то вот вообще вот просто запас денег вот просто запас денег не надо говорить НЗ на черный день если будете говорить на черный день у вас этот день наступит и обязательно потратите там даже на цели которые вы откладываете иногда на счет там тоже можно эти деньги спустить потому что ну так все может сложиться что они уйдут поэтому но тут надо смотреть если у вас энергетический пробой допустим вы ставите себе цель на обучение и вы откладываете в банк да там допустим на этот счет деньги и вдруг у вас налогоинспекция снимает эти деньги или штрафы вам пришли все и у вас нет этих денег ну например какую-то сумму которую вы начали складировать туда вот здесь вам надо задуматься значит у вас на теме обучение есть пробой и его надо снимать то же самое если это на имущественные вещи да или на что-то вы допустим откладываете там на дом и если у вас какая-то сумма вдруг аннулировалась тут вам надо задуматься значит есть кто-то кто в курсе вашей вашего желания значит есть кто-то кто может сглазить навести порчу негатив либо у вас это происходит на данном этапе что кто-то вообще вам завидует и вот эта сумма которая вдруг ушла допустим от штрафов это показатель негатива и пробоя ну во первых конечно со штрафами нужно все-таки ездить по правилам да несмотря на торопячку да во вторых все-таки опять же даже если что-то пришло значит вы где-то накосячили все равно это ушло туда да по как государству но пробой получился по определенному счету например где у вас была заначка на дом или на машину и за счет этого у вас получается что пробой идет по не по заначке даже а по приобретению того или иного что вы хотели вот в чем дело поэтому здесь такой фактор тоже работает и по этим символам вы можете отсмотреть у себя что у вас где у вас что нарушено понимаете потому что как бы люди обычные люди вот я иногда общаюсь на уровне каких-то местных групп там и я обратила внимание там где уже группы научились следить за базаром да как говорится благодаря мне и уважительно относятся там и к моему направлению и друг другу по другой подход там как бы и позитивный расклад у людей идет там где агрессивная какая-то группа да там токсичная сейчас это называется там есть люди которые просто вот из-за принципа могут троллить соответственно этих людей будет потом проблема но пробой понимаете такие люди не видят тонкости которые мы сейчас с вами говорим я не хочу сказать что они тупые они просто не готовы воспринимать на таком уровне допустим они предметно да и им кажется что вот как они живут это правильно и поэтому любое новое мировоззрение такие люди начинают отталкивать грубым образом или еще как там любое начинание даже какое-то если вы обратили внимание именно какие-то реформаторские вещи вдруг имеют отторжение допустим у тех или иных людей почему они имеют отторжение потому что человек не готов себя менять под это понимаете то есть бывает момент что общение с человеком просто может поменять в плюс или в минус и есть люди которые стандартно мыслят предметно живут им как бы так комфортно им не хочется ничего менять они ни во что не верят им кажется что это правильно да там что им кажется что после смерти они умрут и все больше не будет как это спорил с Воландом если мы помним как же его берлез да и потом попал на то что его череп как бы прямо скажем из него сделали чашу и он это ощущал все представляете поэтому я вам скажу одну вещь что практически практически да даже для особо предметных людей все равно у них есть какие-то тонкие моменты где они обращают внимание на самую элементарную символичность да вот поэтому я вот здесь призываю вот обращать на такие тонкости всех внимание не надо впадать в как это сказать в паранойю с этим но элементарные символы вам должны показать что то вообще как бы то как сейчас происходит подготовка к новому году а то обратите все внимание проанализируйте прошлые подготовки прошлые там события новых годов и вы поймете о чем я говорю то есть у вас сложится понимание да что в какой-то момент времени как сейчас вот раскладывается подготовка к новому году к последующему проведению там этого праздника или не праздника до перехода назовем вот так как вы дальше пойдете в январе там эти дни там будете отмечать или гулять или чего или работать кто у кого что то есть так у вас и год тоже будет проходить допустим да как бы если вы что-то не успеваете вот знаете я не знаю ну я не знаю еще не заехал не купил в палатку хороших помидоров там вот ну зато вчера в глобусе каких-то желтых купила я уже сейчас только об этом вспомнила я решила что я не поеду за этими помидорами как бы да значит в следующем году куплю то есть вы делаете сразу зачин на следующий год что-то сейчас не успели спокойнее на все реагируете нет скатерти возьмите простынь неважно важно что у вас будет праздничное настроение маргарита ну да главное чтобы настроение было не мрачное не тоскливое поменьше телевизора наверное смотреть все-таки первые каналы ну здесь телевизором вообще все сложно потому что я например вообще его смотреть не могу я пробовала тут как-то включила даже раньше телеканал пятница меня радовал абсолютно ничего не могу смотреть настолько я на других вибрациях что мне просто даже не интересно информация оттуда вибрации и от ведущих да они все низкочастотные то есть это люди которые постоянно переваривают какой-то треш негатив которые навешивают зная одну информацию людям они навешивают абсолютно другую и такой какой-то закадр есть негативный там я не буду ведущих перебирать да мы все поняли о ком я говорю вот но все равно кто-то же смотрит это дело ну найдите удобоваримую передачу чтобы быть в курсе событий потому что что у нас является телевидением это общепринятая точка соприкосновения через которую люди как бы объединяются и сидят на голубом или синем или фиолетовом огоньке дружненько как говорится на своих кухнях то есть это как бы попытка заглянуть в мир и наверное чисто с этой точки зрения плюс все таки речь будет Владимир Владимирович Путина ради этого можно конечно включить телевизор я конечно ради этого включу да там вот но дальше уже смотрите по состоянию потому что прямо скажем что конечно там какие-то звезды для нас делают праздники но когда это из года в год одно и то же ты понимаешь что это да ты понимаешь что это в темирный что это российский день сурка на телевидении он практически утомил и здесь уже наступает момент ну что это не надо я например в какой-то момент времени включая только либо фильмы какие я смотрю да вот сейчас смотрела сериал Великая тоже про Екатерину да вторую я вот советую вам смотреть какие-то познавательные youtube ролики есть радио Сангейтс у нас прекрасное наше радио да как бы пожалуйста у меня есть свой youtube там еще кто-то есть очень много ютуберов блогеров да которые дельные вещи говорят пожалуйста только единственное я советую не передозируйте и этой информации то есть берите уж если вы берете уровень какого-то автора ну тогда в том же ключе и других смотрите чтобы у вас не было того что там вы всех посмотрели а потом закончили первым каналом нашего телевидения у вас проявилась каша такая в голове и вот тут вот я тоже думаю что это будет очень сложно мне кажется на первых каналах идет не кажется из многих источников что там идет определенное воздействие на людей на их мышление поэтому для меня телевизор тоже давно уже как отрава я его включаю только чтобы на смарт-тв посмотреть именно на большом экране что-то на ютубе в интернете и все у меня даже антенна отключена уже не первый год у меня есть какая-то у меня одна антенна отключена давнишняя а есть какая-то подпольная антенна старая еще и она включена но я скажу тебе что не знаю я знаю просто по людям которые смотрят эти передачи пожилым людям что многие реагируют на рекламу токсичные очень и потом покупает то что им не нужно вот многие переживают какие-то новостные моменты и это вызывает низкочастотные вибрации люди начинают болеть да про новости Екатерина Андреева с первого канала когда ей задали вопрос смотрит ли она вообще новости она сказала нет я никогда не смотрю новости потому что я берегу свою психику свое пространство душевное и и не хочу нарушать свое благополучие соответственно она смотрит тот продукт который она производит для остальных это о чем говорит это знаешь еще о чем говорит это с одной стороны говорит о том что ты имеешь ввиду что действительно этот трэш невозможно смотреть во вторых представь она же читает эти новости она их читает конечно у нее эта информация уже есть в голове и представь ей еще и смотреть это принцип когда человек готовит в ресторане как повар гениальный а домой приходит ему жена готовит потому что у него нет желания готовить ну например да как бы в принципе да но она озвучила что она не хочет падать на низкие вибрации которые она но это уже другое дело опять же видишь две причины она не хочет слушать это трэш это же низкочастотные вибрации она получается дополнительная тема почему она это не делает потому что она на работе в это погружена потом еще и дома в это быть погруженной для нее это уже психика может не выдержать конечно человек который работал на втором канале после увольнения рассказал что они даже между собой когда идут в эфир говорят что ну что пойдем дальше врать очередной это все настолько понятно уже но многие у многих мозг зашорен настолько что они верят только тому что вещают вообще рекомендуется на ночь честно говоря если хотите как-то поберечься рекомендуется телевизор я не знаю хотя бы выключить из розетки это это даже при выключенном телевизоре идет влияние это уже многие блогеры об этом рассказывают какие-то исследования проводили что даже при выключенном телевизоре идет воздействие ну это есть да несомненно поэтому так же и компьютер а еще салфеточка надо как бабушки наши делали вязаной закрывать ну может быть они не зря это делали что-то они знали кстати да потому что у них всегда было ощущение что кто-то за ним подсматривает ну реальный же случай был во время проведения чемпионата какого-то я не помню спортивного мероприятия тут же они как говорится спалились тем что они сказали сейчас мы в прямом эфире покажем вам семью нашего футболиста и тут же они через их телевизор неожиданно подключились к телевизору ну то есть через телевизор его семьи который стоял в гостиной они его включили напрямую трансляцию то есть что в этот момент дело семья футболиста семья сидела и болела в полном составе но суть не в этом суть в том что они могут подключиться к любому телевизору стоящему у вас дом поэтому очень аккуратно не зря ты сказала что надо закрывать салфеточкой у меня везде ноутбуки поэтому я везде закрываю камеры кроме телефона у самого Цукерберга заклеена камера это о чем-то тоже говорю но да кстати надо заклеить везде камеры у меня время камера на телефоне и то заклеена поэтому слушай там у нас вопрос есть вопрос у нас оксана задает личный вопрос оксан да я читал вопрос оксан мы как бы с вами у меня записали же на сеансы мы с вами посмотрим во время сеанса лучше потому что в принципе как бы там должны быть какие-то развития отношения и так далее да и мы уже тогда это поглядим во время сеанса там напишите мне на какой день мы с вами там договаривались в принципе да вот ну да личные вопросы сегодня мы не рассматриваем у нас идет такая общая программа вот еще тоже конечно я бы советовала всем да там помимо своих визуализаций которые вы там для себя любимых делаете учитывайте конечно окружение да там ну как то будьте более людям теплее что ли не знаю то есть ну если вы волонтер тоже вот я как волонтер да то соответственно тоже что то делайте как волонтер вот поэтому здесь тоже вот эта деятельность она очень важно на самом деле как бы у нас поэтому я советую к этому тоже прислушиваться вот кстати насчет состояния на новый год я советую как бы спокойным состоянием быть да там как бы ну и в каких-то своих планах мыслях и вокруг если вы с кем-то встречаете соответственно в ощущениях с этими людьми вот ну единственное исключение если все таки как бы ну уже люди не совсем вместе а только предметно вместе по каким-то причинам то соответственно там ясно понятно что у каждого из них будет какой-то другой человек на сердце вот то есть материализация событий года обычно идет исходя из того что у вас в голове что вы задумаете соответственно у вас это все будет формироваться вот но здесь надо тоже очень осторожно потому что если вы нарушите какое-то общение да то вы и тем самым можете испортить себе перспективу в следующем году в работе и так далее то есть тут надо тоже понимать взаимосвязь между людьми в рабочих деловых любовных отношениях и семейных да и очень целостно и бережно относиться к людям которые вас поддерживают потому что как бы не так уж много людей на самом деле вокруг вас кто вас поддерживает согласитесь и здесь очень ценить надо тех кто за вас переживает поддерживает любит вас потому что как бы вы тоже должны ответ на что-то им давать и вот эта взаимосвязь она очень гармонизирует пространство поэтому я вам советую вот как бы обратить на это внимание потому что это важно еще все-таки тоже важно если вы кого-то там где-то когда-то обидели в течение года то может быть нужно извиниться в личке или как-то или позвонить потому что это ну как бы отпустит отпустит обиду как бы отпустит какие-то моменты да и вы сможете более полноценно уже идти дальше в новый год вот так что так маргарита ну да не хотелось бы в новый год со старыми обидами неприятностями хочется все оставить в прошлом да как то нужно это тоже убрать вот это это очень важный аспект потому что иначе это переходит на следующий год вот ну в принципе как бы время извиниться есть но я советую вот именно в этот в эту фазу с 31 на 1 как-то может быть если у вас есть такие люди кого вы там обидели все-таки я советую извиниться как бы пусть это будет ну какое-то примирение допустим для того чтобы вы могли дальше уже идти а кстати тоже у меня сбылась материализация тоже хочу поделиться правда она странно сбылась я вчера уточнила вопрос насчет партийного ну как сказать партии да в единую россию аж ступала как подала заявление уж как член партии ну вот мне дали информацию что оказывается я уже с 5 ноября член партии единой россии так что ну дело теперь за партбилетом ну да это тоже наверное положительная новость может ты принесешь в партию что-то хорошее ну в принципе да я с этим учетом туда иду чтобы менять как бы сознание именно во взаимодействии и народа до власти и народа то есть это я как бы все равно буду влиять на это в позитив да вот хотелось бы да позитива наконец-то ну сколько я уже сторонник и в принципе я сейчас член партии смотри все равно уже очень позитивно многие именно единая россия как волонтерская организация сейчас очень многим помогает то есть практически люди меняться стали особенно те допустим на кого я обращаю внимание или с кем работаю или просто ну знаю этих людей да там как бы идет позитивный какой-то аспект и люди начинают быть другими то есть они больше думают о людях нежели допустим о себе то есть с одной стороны о себе конечно надо всегда думать вот если взять меня например я всегда думаю обо всех да о себе в последнюю очередь поэтому у меня например печка до сих пор не сделана хотя уже вот я купила радиатор отопление в салон да там то есть поэтому да как бы там еще какие-то косяки потому что как бы я себе не думаю да мне просто некогда я как стрелец да я чешу работаю с людьми у меня мое направление да там я работаю вытягиваю какие-то ситуации вытаскиваю каких-то людей которых я уважаю люблю или с кем я работаю да там и соответственно мне как бы не до радиатора печки понимаете в машине было вот и в принципе как бы все равно наступает момент когда ты начинаешь думать о себе поэтому какой-то процесс процент времени нужно о себе заботиться тоже кстати советую тем кто любит отдавать все окружающим как я вот я советую все-таки притормозить да и подумайте о себе тоже научитесь чтобы и вам энергия от людей шла в плюс чтобы за ваше вложенное были какие-то бенефиты бонусы там может быть это оплата или подарки чтобы те люди в кого вкладываете ценили вашу энергию иначе вы будете отдавать и будут не ценить и вы будете растоптаны поэтому прежде всего я советую конечно в какой-то момент времени вот этот вот аспект обязательно в себе тоже воспитать это тем кто не умеет для себя жить да тем кто только для себя живет я все-таки советую научитесь давать бенефиты бонусы и плюсы да там и какую-то оплату духовную или предметную там или подарки тем кто в вас вкладывает ну посмотрите вы же созданы благодаря этим людям то есть как бы ну надо же вспомнить этих людей надо оценить их трату своей энергии в вас то есть научитесь отдавать тоже потому что как бы не отдавая абсолютно нельзя получить то есть у вас просто будут переборы чужой энергии и будут сбои вот поэтому я как бы вот так вот советую да маргарит ну да это должен быть взаимный обмен энергии и нельзя чтобы в одну сторону то есть одностороннее движение в данном случае оно чревато для обоих для того кто получает просто и для того кто просто отдают поэтому это должен быть взаимный такой обмен энергиями энергия может быть по-разному проявляться это могут быть финансы это может быть помощь подарки я не знаю это может быть кто-то ищет работу ему помогли рекомендации человек устроился там еще что-то разные способы обмена энергии главное чтобы это не происходило в одностороннем порядке это важно ну что Елена мы уже сейчас в эфире наверное на сегодня достаточно что ты хочешь пожелать нашим зрителям ну я поздравляю всех с наступающим новым годом как говорит стандартным да нашим 31 на 1 я всем желаю прежде всего взаимности в чувствах в любви чтобы у вас в семье было все хорошо там как бы чтобы если это новые отношения чтобы они были гармоничны и позитивны для вас обоих если это отношения которые допустим недавно сформированы чтобы они тоже определились в какое-то позитивное русло если это партнерские отношения чтобы это было юридически как-то подчеркнуто да для вас и финансово то есть я желаю стабильности финансовой без ковидного времени чтобы все таки мы вышли из этого ковидного дня сурка да хотя я его закончила день сурка но все равно как бы еще вот это выход из него идет у нас вот я бы я желаю всем здоровья прежде всего потому что когда есть здоровье тогда остальное все соответственно рядом приходит вот и обязательно все таки помимо любви близких как бы что у вас был какой-то круг людей на кого можете опереться друзья команда какая-то то есть чтобы было какое-то гармоничное состояние вашей жизни помимо допустим обычного течения как говорится белкиного колеса да чтобы у вас было еще как бы хобби творческий процесс там полноценный какой-то да то есть я в принципе желаю всем благополучия продуктивности успехов успешности в денежном финансовом варианте да чтобы у вас все было хорошо ну и мира мира прежде всего потому что без мира все это вообще теряется вот самое главное чтобы мир был на земле и чтобы все таки наши правительства занялись экологическими проблемами потому что как бы земля матушка она все таки терпит терпит а потом уже где-нибудь и ударит так же как и остальные стихии поэтому чтобы это не превратилось в точку с которой опять цивилизация начинает жить а нужно все таки постараться всем власть имущим обратить внимание на экологические проблемы и переработку мусора главное чтобы нас внезапно не обнулили за наши отношения да природе да может спокойно быть или да это не раз было и здесь нужно именно нашей цивилизации сейчас вот каким-то образом об этом думать и прежде всего думать это нужно высаживать леса дополнительные там есть у вас какие-то возможности там участвуйте в акциях по высадке леса там ну старайтесь работать в этом направлении потому что это очень важно ну все на сегодня все дорогие зрители желаем вам в следующем году не падать духом это главное да все будет хорошо всем пока пока